Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 6 по 10 стихи. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников. Посему и называется земля та землей крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого ценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Толкование блаженного Феофилата Корваною называлась церковная кружка, которую клали приносимое в дар Богу. Смотри, как Бог обратил ничто их дело. Так что обнаруживается только кровожадность их. До сего дня, говорит евангелист, поле это называется полем крови. Так что всем памятно, что они убили Господа. Прими к сведению то, что о странолюбии заботились и иудеи, так что купили и поле для погребения на нем странников. Устыдимся же мы, которые почитаем себя людьми лучшей жизни, а странниками пренебрегаем все толкование. Когда толкование считаешь, это такое толкование, расширенное, подробное, но оно совершенно не касается спасения. Мне один священник пишет, а для чего указано имя Малха? Он больше никогда не упоминается. Малху отрубили ухо. Ну и что? Что он канонизирован или где-то в святцах? И вообще его больше нигде не встречается. Но имя его указано. А женщина, которая закричала, блаженно там, сева, со сына питавшая. Такие слова, которые все время считают на все богородичные праздники. Вообще почему? Что касается Евангелия, вопросы все сняты. Не знаем. Не знаем ее, объяснений никакого нет. И даже непонятно это. Но что касается дальнейшего толкования, вот тут уже понятно. У нас вот это блаженно-фефилакто, он уже опирается, главное, на златоуст. А златоуст, это уже 4-5 век. 5 век, сказать. Это же не просто так. И что? Да то, что на самое главное внимания никакого будто бы нет. Что в это время нигде уже не собирались, нигде мы не считаем, занимались какие-то библейские кружки. Людей готовили на благовестие, и всех это. Он призывает и делает. Но как это делать, он нигде не указывает. То есть как будто нигде этого не было. Наиглавнейшее. А главное, на что указание? Литургия. Литургия, служба, вечером молотят, молотят, молотят. И этому учат в семинаре, как выйти, сколько раз. Вот иконы эти. Замучились с иконами, гляжу. Только сходит, батюшка покадит маленько. И иконы-то как в кузнице какие-то. А видишь, опять идет. Вот это вот хребцы. Вчера считаю я. Вот он со всех четырех сторон, с четыре раза покадил хлебцы стоят. Еще раз обходит, еще четыре. Еще раз. Четыре, четыре, двенадцать раз. Двенадцать раз кадить. Кадильница дыма. Надо это или что? Или не веря в то, что одиннадцать раз этого недостаточно. И вот ты смотришь на это, молчишь, ну я православный, я заложник этой системы. Но задуматься, это можно. Ведро воды поставить, осветить. Благословил освященное. Но он опустил палец туда один или крест опустил. Нет, вот священников несколько. И вокруг нее хороводят, хороводят, конца края нету. Зачем? То же самое при крещении, при венчании. Люди пешки, столбы, ничего не понимают. Ну зачем это? Зачем? Вот сделали причастие теперь для того, чтобы, объясняет Иоанн Златоуст, это он вел. Что вместе теперь накрошены туда частицы из просвор. Подают ложечкой, руки сложить, платом закрыли, чтобы не вынесли. Не вынесли частицу волхвы. У него тогда было волхвы, у него. И задача была предупредить, чтобы не украли. Вот подходит теперь. Уже 20 век. К отцу Амбро Северасову. Вот его книга. У меня в четвертом томе, я подробно описываю это, подробно разбираю это. Он говорит. Архимандрит. Ивановский. Город Иваново. А до этого он был в Почаево. Девушка лет 17. Подходит исповедоваться. Я раз в шесть причащалась. И каждый раз я причастие во рту выносила и выплевывала. Я говорю, ты что же делала-то? Я сказал, ты больше не причащайся. Это такой грех. Потом, гляжу, она у другого священника уже исповедуется. Опять причастилась и опять выплюнула. Что, Златоустова, вот эта предохранительная мера сработала? Не сработала. Но везде, везде так делают. У нас здесь никого, никаких колдунов нет. А одни верующие. Притом верующие, пережившие встречу с Господом. Люди в сознательном возрасте, принявшие крещение. Но именно вот так изменений какого нет. А тебе изменения нужны? Мне не надо изменений. Я вопроса не могу не ставить. Ну, хотя бы сказать. Мы отступили от первоапостольской чистоты. От первоапостольской евангельской веры. Никаких слов нету вечером. Кто понимает, я спрашиваю, что вот это стоят. Они там поют заунывное, заунывное. Таким голосами-то и хористы там стоят. Ты там тоже среди них поешь. То ли все время хоронят кого-то или еще-то. Нерадостного напева ничего нет. На семь глазах. И все глазы такие. Ну, только на Пасху там такой танцевальный мотив. Еще сходится. Христос в воскресе, когда поют, там сами ноги притопывают. Ну, и было же когда-то пляска епископов. Я не за пляску, я плясать-то не умею. Никогда не плясал. Ну, даже Матеевы-то все эти наши говорят. А о чем поют? Вот тут ни одного человека нет, кто понимает. Не понимает. А только здесь момент наступает. Коврики раскатать. Ну, тут все засоветятся. От самого малого до самого дряхлого. Вот батюшка этот маленький коврик отдельно под ноги. Вот это собреси. Это он на облаке стоит. На каком облаке? Вот орлица епископу надо. На каком орле? Как воронье на одних покойниках живут, орла какого-то нашли. Ну, тут можно самих себя маленько тряхнуть и критически посмотреть со стороны. И вот женщины идут, где идут, со второго этажа, крестильная в Новосибирском, в Центральном кафедральном соборе. Ладно. Я говорю, давайте спросим их, что у них было. Ну, видно же, что она идет без платка, и видно, что волос там сверху у нее помочили. Ладошкой ударили ее там по шиньону. Но она крещение принимала. Ну, а спросите, а что спросить? Так крещена она теперь. Ну, я спрошу, а вы стойте, слушайте. Даже боятся подойти. Идут двое. Скажите, а вы где сейчас были? Как где? Мы крещение принимали. А почему принимали? А что, мы попу мало сунули? Да я не про попа говорю, а про вашу веру. Она молчит, что-то она была, смена нахмурилась. Вопрос этот. Дать требующим отчета вашему упованию, дать ответ скротостью и благоговением, этого во сне нету. Ну, скажите, пожалуйста, мы хотели бы узнать. У нее БХС проверяет. Она директор ресторана. У нее трудная обстановка-то. Ей посоветовали избавиться от этого, чтобы Господь оттолкнул от нее это БХС или замазал им глаза. Нужно ей самой тут прийти покреститься, промыть. Ее не крестили, обманули, во-первых. Во-вторых, у нее веры никакой нет. И в-третьих, это смотрит на это, как на какое-то действие, волшебство. Она по путам деньги сунул дополнительно, чтобы крепше-то на ней все было, а ничего там нету. Душа ее растреп. Она пришла, я была обманута и ушла. Вот и все. Он крутится не случайно, вытащить его надо. Что он ищет-то? Не знаю. На улицу надо. Ну-ка, выведи его. Подожди. Узнай, что он крутится. Вот я пока рассуждаю об этом. Ну я водил его. Водил, ну что нет, тогда отойди, что-то непонятно там. Ладно, все, успокоился. Вот на это-то внимание можно обратить. А то, как он был, Иуда, какая его кончина, как он выглядел. Да мы что, работники морга какого-то или еще. Нам зачем это знать? Распух он, что там, где как шире повозки его голова была. Во-первых, этого не может быть. Я с врачами разговаривал. Как говорят, Ария, Бог наказал. Ария, Ария-то ненавидели, что он против троицы там. И везде пишут. И он пошел в отхожее место, то есть сортир, в туалет. И он умер там. А чрево его лопнуло, и внутренности выпали. Я разговариваю с врачами, с хирургами. Скажите, а вот человек надувается, когда в туалете, может лопнуть чрево, кожа, и чтобы внутренности наружу выпали? Нет, это не может быть. Если операция была на другой день, там еще бы швы разошлись. Но сшивает очень плотно. Я нашел. Это православные его зарезали там. Зарезали, внутренности кишки ему выпустили, а теперь написали. Ну уж вы прям придумываете. Зачем придумывают-то? Когда этим они хвалятся. Левый саврянин там в алтаре молится. С ним рядом телохранители. Но телохранители нельзя в алтарь зайти. А можно только царского достоинства. Канон такой сделали. Мирянам нельзя, но Мирянину царю можно. Исключение. Да зачем он царю там-то и бы-то? Причащаться. И он там молится, крест взял в руки. И в это время туда врываются заговорщики. Он крестом обороняется, они отрубают ему руку, царю. И там убивает. И все это подчеркивается сегодня во время пения рождественского канона на девятой песне. Подловили мы его, мы его убили. Это православные в житиях святых пишут. Как и бывание Грозном. Когда он пел там песнопение, служба шла. И в это время подкоп закончен был. Бочки с порохом закатили и стену повалили. Казани. Хвалятся этим. Вот нам что нужно сказать. Что мы в крови все. Потомки их. Наших предшественников-то. Нужно посмотреть на себя не просто критически, а во свете Библии, во свете Евангелия. И тогда нам не до Иуды дело-то, а келдома. Земля крови. Мы живем на земле крови. Мы залили кровью сами себя. Никто нас не уничтожает. Мы сами себя уничтожаем. Даже во время Первой мировой войны население, ты считал, во время войны такая убыль была, но естественный прирост еще превысил. Прибыль какая шла. А здесь нет. Бога не знает. Аборты. Около 20 тысяч абортов каждый день. Посчитай, сколько гибнет пьяных там по недоразумению. Жена мужа убила и прочее. Что ненаученные. Вот это главное-то нам надо. Толкование. Это растолковать нашим пустым головам. Стоим на службе. Ну я стою, я молюсь своими словами. Я ничего не слышу, но я глухой. Ну другие-то выходят. Сегодня расспроси. О чем было? Остановись сейчас. Вот пели. О чем? Ну, Божья Матерь родилась. Все, на этом кончилось. До этого достаточно полминуты и служба кончилась. Поднимаю руки и аллилуйя. И скорее домой. Я что говорю? Что-то не то говорю? Или нам это не надо? Я Божьей Матери настолько все надумал. Она вчера опять считает. Или Совета приветствовала. Что приветствовала? Или Совета, когда Богородица родилась? Или когда ей время уже родить? Ну ни в силу, ни в городу считается. Евангельское это чтение. Это ясно, что ничего о Рождестве, Богородице нет в Библии. А если есть, покажите. А если нет, откуда праздник-то вышел-то? Праздники все должны быть на основании Святой Библии. Это праздник. Мы не работаем. А их надо под число 12 было подогнать-то. И вот все подгоняли, подгоняли. Почему не устроили двунадесятый праздник по обращению Савла на дороге в Дамаск? И на его примере бы скольких обратили. Это не надо, потому что монахи, они были не рожденные свыше, не обращенные. И поэтому они все вот это устремили, женские праздники. Когда считаешь, жития святых какая-то... Зачем это надо было? Она переодевалась под мужчину, там жила, Евгением называлась. На самом деле была Евгения, дом на там вот эти... Она же не одна такая была. И они там трудились и умирали. Умирали, оклеветанные, будто бы она, как мужчина, нажила дитя. А как она могла нажить? Ее с ребенком подкинутым выгнали. Она там среди волков жила под стенами монастыря. И теперь умирает. Умирает, а бывает надо омыли. Ба, баба с нами. Вот это да. Как монахи-то все взыграют. Как они приходят, как сокрушаются. Груди ее, як и листья сухие. Не поймешь, чего? Не захватили, когда они еще не сухие были. Уж столько воздыханий. Да где похоронить? Ужас один. И она причащалась под чужим именем. И она причащалась, с непокрытой головой была. И ходила там где-то в мужской туалет или где она. Там же закрытое пространство. Но это все куда-то уходит, как будто этого ничего не было. Даже женщина, которая воевала против Наполеона, там, ну, описывают. И то понятно, что она, как таковая, не годна была ни к семейной жизни, никуда, как колхозная трактористка. Но это можно здравым смыслом-то осветить. А Иуда как умер? Да мне зачем Иуда как умер-то? Как мы умираем? Мы же Иуды подряд все учения Христа предали, Библию забыли. А такими толстыми книгами, как старобрядцы, обложились, только за щелки щелкают. С какой книги? Одна интересная у старобрядцев здесь, Ксения была Михайловна, царство ей небесное. Она распорилась со старухами и сказала, такое дело, я не буду вести службу, а священника не было. Я, по крайней мере, знаю, как до Бога добраться, а вы не знаете. Она их самым главным укорила. Причастия-то у нее нет, но она знает, с какой книги следующее считать. А если ошибешься, не с той книги, все, Бог уже не понимает. Бога-то мы представляем, как робота какого-то. Обязательно с торговно-славянском. Мы, мы, я, я-то не скажет, а-то все ас, а щи стены. И стоим, ныкаем. Никто ничего не понимает. Надо понимать, приучать. Давай дальше, про Иуду считать будем. От Матфея, 27 глава, с 11 по 14 стихи. Иисус же стал предправителем. И спросил его правитель, Ты царь иудейский? Иисус сказал ему, Ты говоришь. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. Толкование. Отводится к Пилату, как обвиняемый в гражданском преступлении. Посему и спрашивает его Пилат, Не думал ли он царствовать над иудеями? Иисус отвечал ему, Ты говоришь. Ответ самый премудрый, ибо не сказал ни да, ни нет, а нечто среднее. Ты говоришь. Но это можно понимать и так. Да, точно так, как ты говоришь. Итак, я не говорю этого, а говоришь ты. Пилат дивился в Господе, с одной стороны, тому, что он презирал смерть, а с другой тому, как он, будучи столько мудр и красноречив, и имея возможность представить тысячу оправданий, не отвечал ничего и не обращал внимания на обвинителей. Научимся отсюда и мы не говорить ничего, когда будем находиться перед неправедным судом, дабы не возбудить большего шума и не сделаться причиной большего осуждения для судей, не внимающих нашим оправданием все толкование. Вот это вот тоже. Не думайте ни о чем, когда предстанете перед судом, когда будут вас допрашивать. Дух Святой за вас будет отвечать. И поэтому, предстая перед судом, ничего не могут отвечать. А зачем? Господь запретил. Слишком примитивно понимают. Не заботьтесь ни о чем. Смысл заложен какой здесь. А ничего не говорит. А наоборот, говорит, вас поведут перед царями и правителями для свидетельства. В свое оправдание, чтобы непременно выйти. Можно не говорить. Не заботьтесь. Опять же, речь идет не заботьтесь ни о чем. Что есть и что пить. Так работать-то надо, что есть. Не заботьтесь. Вот такая обстановка. дожди сейчас, и у меня коровы, и я не успел сено заготовить. Вот этой заботы не надо. Так и здесь. Надо знать. Я сам был судим. Как это не надо знать, когда тебя допрашивают? Тебя обвиняют в том, что ты противник строя. А ты должен показать, что тебя судят за слово Божие, должен это показать. И гонение несправедливое, и у тебя будет свидетельство. Как это не надо-то? Это слова Христа совершенно ложно трактуют. Иоанна Златоуста перед церковным судом повели. Он давал оправдание, подробное во всем. Григория Богослова, когда там ввиняемы были. Есть такие, которых считаем поликарм, смирский, так, перед казнью. А они свидетелями были. Павла повели, когда перед судителем. Считай, какие речи он говорит. Не заботитесь ни о чем. Как? Царь Агриппа. Он, смотри, сколько им сказал. Фесту сколько сказал. Откуда мы его знали? Так это малая талика только того, что он сказал. Это то, что записали, или сказать, вернее, то, что сохранила нам церковь или история, тут уж все это с оговорками. Надо. Да, необходимо и надо. Надо. И защищаться нужно очень хорошо показать, что мы, христиане, мы этого творить не можем, как и усиленный философ. Вот. Когда он писал об этом, и мы имеем сегодня подлинное свидетельство, что они готовились, когда готовились на суд Божий, за свидетельство о Христе, о его мессианстве, и что христиане этого не делают, в чем их обвиняют, а их обвиняли во всем. Но христианина ведут на расстрел годы советской власти. Об этом Александр Нежный подробно описывает. За что? Не идут воевать. Тебя враги придут, убьют, тебя надо защищать. Семьи защищать. Я верующий, я не могу этого делать. разные там такие были, даже православные, толстовцы там, а молодой крепкий парень. Тебе говорят, надо защищать, а не идет. Арестовали. Маленько погодя, он пишет письмо домой о своей печали, как он сидит. Я бы пошел, но я не могу. И что? Враги придут, убьют, но враги еще не пришли, не придут, а они его расстреляли. Семьи его, в гулах, семью защищают. Значит, вы о семье заботились, обо мне заботились, но враг-то лучше вас, враг-то меня не трогает за то, что я не воюю, а вы меня уже расстреляли. Теперь с того света этот голос слышим. Таких-то тысячи были, кто не шел. Свидетели Иегова, они не шли воевать в армию Гитлера, не шли в армию Сталина. Бибель-форшеры называли их. Нам примеры оставлены. А отвечали они, когда их брали? Да, отвечали. Написано, Господь сказал, взявший меч, от меча погибнет. Православные тут вывернули. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Александр Невский. На том стояла и стоять будет русская земля. Да на этом она и сгорела, и рассыпалась, утонула в крови. А если не воевать, у Льва Толстого есть такой рассказ. Пришли, стали воевать, никто не сопротивляется, и солдатам гнусно стало это. Люди стали обращаться ко Христу. А сумели себя защитить? Нет, не сумели. Вот оно, куда все надо обратить-то. Посмотреть. Считай дальше. От Матфея 27 глава с 15 по 18 стихи. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Толкование. Пилат старался освободить Христа, хотя старание его было и слабее надлежащего. По надлежащим он должен был сопротивляться им за истину. Сначала он спросил Господа, «Не слышишь ли, что они свидетельствуют против тебя? И спросил для того, чтобы, если Христос оправдается, иметь случай освободить его? Когда же Господь не хотел оправдываться, зная вполне, что не будет отпущен, хотя бы оправдался? Тогда Пилат идет к цели другим путем, прибегает к означенному обычаю, как бы так говоря, «Если вы не отпускаете Иисуса, как невинного, то хотя, как осужденного, даруйте его празднику?» Ибо как мог Пилат предположить, что они потребуют на распятие невинного Иисуса, а виновного разбойника отпустят? Итак, зная, что Христос невиновен, но терпит от зависти, он по этой причине спрашивает их и таким образом показывает себя человеком слабым, ибо он должен был даже пострадать за правду. Поэтому он и достой осуждения, как человек, скрывший истину. Варава значит сын отца, ибо вар значит сын, а ава отец. Итак, иудеи и спросили себе сына отца своего дьявола, а Иисуса распяли. Они и до ныне прилипляются к сыну отца своего Антихристу, а Христа отрекаются. Все толкование. Вот к празднику отпускать и сейчас также амнистия. И амнистия касается преступников, как пишет Солженицын в архипелаге потому что преступники и власть преступная это социально близкие люди. А для этих 58 статья 14 подпунктов всевыгребающих как он говорит для этих ничего нету. Да мало того тройками их расстреливали. А тройки расстреливать действовали на этих на убийц грабителей нет, их вообще не пропускали по ним, они шли по другим статьям бытовые так называемые. Драка, грабежи многократно отпускали и прочее. все так и осталось. Пилат должен был сопротивляться. Пилат должен был сопротивляться. А почему Сергий Строгородский не сопротивлялся? Откуда это явление сергианства, вот этот конкордат, полное подчинение власти, даже не конкордат, это хуже намного. И всех, которые были арестованы, священники, епископы, всех назвали они контрреволюционерами, преступниками, врагами советской власти, сами церковники, этот сенот лживый. Вот это-то как раз сегодня надо увидеть, как тогдашнее отражается на сегодняшнем дне. Пилат предал из зависти. Ну, так вот задумайтесь. Знал, что предали из зависти. Не Пилат, а первосвященники. Кто ему это доказал? И он же мог дело сравнить. Грамотный человек, прокуратор, это большой, большой чин. Целая область его владения, он как царек там был. Даже ирод ему подчинялся. И как? Вот дальше это рассуждение-то никакого нету. В чем зависть? В чем завидовать? Если бы он сказал нам, мы завидуем Христу, плотнику, этому обманщику, вы о чем говорите-то? Но это именно так. Я это испытываю каждый день. И любой, кто это знает, он знает, чем я занимаюсь, что езжу, дарю книги, там, библиотеки, встречи, благовестия, попы вам, как они завидуют. Я это знаю, но они ни один еще пока не согласился, чтобы сказал, да, мы завидуем вам. Если который близкий друг, ну, он и не завидует, ну, это таких-то единиц, может, одного процента нету. А эти завидуют, почему? Потому что у них все, почитание народа, сан, семинария, академия, там, звания, доктора и разное. У меня ничего нету. Я люблю Господа моего. Я говорю, а вы не любите. Вы бесталанные. Вот это, я знаю, это слово их сильно трогает. То есть, как бесталанные? Очень просто. Если у вас таланты были где-то, вы их погубили, потому что вы не свободны, вы рабы, рабы перед епископом, епископ-раб перед синодом, синод перед патриархом, патриарх перед властью. Вы рабы, Дух Божий не может трудиться там, где Дух Господень, если бы он был, там была бы свобода. Свобода даже в рабстве, даже в подлинном рабстве, в крепостном строе. И поэтому вы завидуете, завидуете, завидовали все вокруг порока Иеремии. Даже мы фильм смотрим «Порок Иеремии». Так это целая эпоха, столетия, ни одного имени нету, завидуют. Он уже сбитый, на коленях его бьют, и он голову едва поднимает. Так говорит Господь. Они этого не могут сказать. Талант, данный от Бога, должен говорить от имени Бога. Так говорит Господь. Они не могут сегодня выйти к народу и принести покаяние священнике. Я один только случай такой знал. Два священника вышли и сказали «Мы обманывали вас, мы сами неверующие, нас в оглашенные надо записывать, переводить. Вот простое, как будто дело, Христос перед Пилатом. Но как это слово с нами заговорить может, если мы этого ничего не пережили, не знаем? Есть у тебя завистники, завидуют тебе или нет? А то может быть только радуются. Вот я бы был верующий, а такая балда бы, ничего не понимая, долдыщил бы ходил, не зная о чем. Мы все должны знать, касаться. И любое событие высветить во свете Библии и показать. Вот они сегодня там от Сирии издеваются, уже правитель Путин, Владимир Владимирович, говорит, что это провокация, это умышлено, какую-то бочку там Зарина своровали, где-то взорвали, чтобы привязалась Америка. Она сильная, ну, как волк и ягненок в басне Крылова-то. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, скушать надо. А следующее, значит, Иран. Иран раздоранее говорит, ну, у нас нет оружия, ну, пусть все уничтожат и Израиль ядерное оружие. Не тут-то было. Это план. И мы должны эти события во свете Библии увидеть, что этому должно быть. Третья часть зеленой травы, то есть, живущих даже правильно исчезнет, будут сожжены. Книга Апокалипсис говорит об этом. И мы должны это все обратить сюда. Из-за чего начинается из зависти. Правитель малодушный, он не восстает за истину. Суды извращены, везде подкуп, коррупция, лживые законы лоббируют, принимают и теперь уже делают. Но мы же по закону делаем. Да какой это закон? Сначала все отнял, убил, а потом ввел закон. Грабить нельзя. А почему тот закон не дал вчера, когда у меня еще имение было, дом, дети? Когда ограбил, теперь закон дают. Грабить нельзя. Его нельзя грабить. Грабь награбленное. Понимаете, сколько? А выход какой? Выход один. Я смиренно все принимаю, благодарю Бога. Какой у меня талант? Я ежедневно у Бога вопрошаю. Талант дал мне Господь безропотно переносить лишения. Дал талант жить в бедности и быть довольным и благочестивым. Дал талант плакать мне и днем, и ночью о том, что родственники другие не знают Бога. Он дал мне талант не злиться. Это таланты от Бога. Не мстить, не злопамятствовать. Он дал мне талант увидеть, что ни Никон, ни Аввакум не правы. Они за одной стенкой стоят, далеко от евангельской веры. Это талант. Увидеть мировые события в духовном плане, политические, во свете Библии. Это очень большой талант. И другим это донести по ревности своей. Вот это надо и умножать нам далее. От Матфея 27, с 19 по 31 стихи. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старешины возбудили народ просить вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им вараву, а Иисуса бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу. И сплетши венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь Иудейский, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Толкование блаженного Феофилакта. Дивное дело! Судимый Пилатом устрашал его жену. Не сам Пилат видит сон, но жена его, или потому, что сам он не стоил того, или потому, что самому ему не поверили бы, а подумали бы, что он говорит это по одному пристрастию к Иисусу. А может быть, он, как судья, и умолчал бы о сне, если и видел его. Сон этот был делом промышления Божия, не для того, впрочем, чтобы вследствие его освобожден был Христос, но чтобы спаслась та жена. Почему же Пилат после сего не освободил Христа? Потому что ему небезопасно было освободить его, как обвиняемого в похищении царской власти. Впрочем, он должен был бы потребовать показаний о том, не собирал ли Христос около себя воинов, и не заготовлял ли оружие, не запасался ли золотом и серебром. А как Пилат вместо того оказался слаб и уклончив, по этой причине он и неизвинителен. Ибо когда просили у него отъявленного злодея, он отдал. А Христе спрашивал, что сотворю Иисусу, делая таким образом самих иудеев начальниками суда. Так как он был правитель, то мог силою взять его из руки, подобно как известный тысяченачальник взял Павла. Деяние святых апостолов 21.31 «Да распят будет, — говорили иудеи, — в намерении не только убить его, но и приписать ему злодейскую вину. Ибо крест был казнью злодеев». Пилат умывает руки в знак того, что он чист от ненависти. Мудрование, очевидно, ложное, потому что хотя сам он называл Иисуса праведником, однако предал его убийцам. А те возмездия за убиение и кровь его принимает на себя и на чад своих. Это возмездие и постигло их вскоре, когда римляне истребляли их и детей их. Впрочем, и до ныне евреи, как чада убивших Господа, носят на себе кровь его, ибо за неверие в Господа преследуются от всех, и нет им никакого помилования. Пилат бил Иисуса бичом или из угождения им, или знак того, что и он осудил его, и что они теперь будут распинать уже не невинного человека, но опозоренного и осужденного. Воины поступали с ним достойно себя, как люди прямо безумные. Они одели его, как царя, фламиду вместо порфиры, вместо скипетра дали ему трость, венец терновый, вместо царской диадемы, и в насмешку над ним кланялись ему. Смотри, как все виды поношения привели в действие. Лицо, все тело холомидаю, уши хульными словами. Так багряная холомида означала обогренную кровью и убийственную природу нашу, которую он воспринял и осветил, облегшись в нее. Терновый венец означал проистекшее из житейских попечений грехи, которые Христос истребляет своим божеством. Глава означает божество его. Все толкование. Вот любое место священного писания и даже толкования мы должны применять к себе. Не просто голову знаниями набить, но допустить до сердца. Ну а как я могу? Я же не пилат. Мы являемся маленькими пилатами в отношении рассуждений, на какой стороне мы становимся. Когда кто-то кого-то судит рядом с нами, куда мы больше склоняемся? Или только своих защитить, там, гремлян? Или мне разницы никакой нет? Я часто терпел нападки и терплю за то, что когда начинается где-то как суд, я встаю совсем не на той стороне, где меня ждут. Суд между православные, православные казаки. Казаков православных не бывает по-настоящему-то. Они верят совершенно непонятно во что. Как цыгане. Их с цыганами только можно сравнить. Казаки эти, как их называют, кашкадалы, ряженые. На целой области ни одной лошади нет. Ну и что? Где? Идут их, послали, сказали, тут появились яговисты. С ними надо бороться. А как бороться? Очень просто. Как борол Сарем? До суда не доводить. Как борол Сажуков с преступниками? Перестрелять их в городе, и все. Ну, фильм ликвидации показывает как. Вот так и эти. Кто-то сказал, вот из этой избы зашел молодой, там, может быть, лет 16 мальчишка, яговист. Они уже ждут его. Он вышел на улицу, а кто ты такой, такой-то, а что это у тебя книга, Библия? Они уже теперь идут не со всемирным переводом, когда само название всемирный, как может к русскому переводу относиться? Вообще непонятно. Это эсперанто, если было бы. А у него русская синодальная Библия. Они у него из рук вырвали, порвали ее вот так, или попытались порвать, бросили ее в грязь, в воду-то. А он упал на Библию, закрывая ее, они стали пинать, ему два ребра сломали. Я это все выставил в интернете. Вот этот случай, я говорю, как вы будете понимать-то? А, да вы на стороне и эговистов. Причем тут на стороне, правда на той стороне. Он Библию защищает, а вы что защищаете? Вот он юноша и без Библии. Вы бы его не тронули? Нет. И никому бы он не говорил, по улице шел, не напали? Нет, не напали. Все понятно. Вот вы, в данном случае, лживые пилаты. И такие вот примеры у нас в разговоре, в домашнем быту, он бывает разбирает муж с женой, ты должен мгновенно определить, где правая сторона и если имеешь, что сказать, скажи. Ну, жена-то здесь права. Не права, потому что она мужа учила, учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Все, вот отсюда все закипело. А если бы она святой-то воды хлебнула, в рот-то взяла, изо рта не упускала-то, и все, ничего бы не было. Она молчала бы, стояла. Святая-то водичка-то, она бы ее осветила, держала бы полдня ее во рту. Такое стихотворение есть. Вот и все. Мы бываем то пилаты, то на стороне первосвященников. Ну, оживи Евангелие, то маленько умом-то раскинь. В данном случае тебе приходится вносить какое-то решение, и тоже для нас бывает небезопасно, как для пилата. И так же умываем руки. Ну, а при чем тут я? Я в этом деле не участник, я невиновен. Как невиновен, когда ты не знаешь? Бояться. Тут мафия. Ты знаешь, что они это сделали. Ты знаешь, очень опасно. Мне приходилось иногда выступать. Парня одного судили, он там штакетом переломил руку, ну и прочее. Подошел, разделся и показывал то, что не потребно, свое причинное место перед женским общежитием ревел где-то. Ну, мне пришлось быть участником, задержать его. У него товарищи есть, грозили, но никто ничего, Бог помиловал. Нашлись какие-то родители. Откуда родители? Я говорю, мне показалось, что у него родителей никаких не было, а чего он зачался, неизвестно. Пакости творят. И когда в суде это говоришь, картина сразу меняется. Вот, пожалуйста, мне выпала роль пилата. А жить так, что все не касается, меня касается все. Я не нахожу в Библии ни одного места, которое меня бы не касалось. Оно конкретно касается меня. Оно написано мне. Поэтому оно легко ложится, легко притворяется в жизнь. И я хвалюсь моим Господом, который дал мне познать Его, что Писание, все Богодухновенно, и написано для каждого конкретного определенного человека. Ну, на этом сегодня все. Сегодня у нас 21 сентября, Рождество Богородицы, на 10 праздник. Ну, у нас будет богослужение большое. Ну, а дальше все как есть. Если это на среду падает, пятницу, то у нас бы рыба разрешена была. Вот и все. О Рождестве Богородицы ничего мы не знаем. И то, что ее родители были бесплодны, ты это знаешь. Но я это никогда нигде не проповедовал ни в 50 лет. Почему? Не евангельское событие. Это надуманное. Но я православный, я исполняю, вреда им нет никакого. Я этот день занимаюсь священным писанием. Больных можем посетить. Можем сегодня занятия дополнительные провести. Ну, вот так. Поэтому в мой адрес обвинения все время были. Сектант такой там увел к баптистам. Почему? Не похожа моя деятельность на то, что заключено в православии, а похожа на то, что у баптистов. Похоже, но я не баптист. Но в подлинном таком смысле, да, я баптист. Я за то, чтобы в сознательном возрасте принимали крещение. Чтобы каждый лично уверовал во Христа. Когда я показываю, как хорошо у адвентистов седьмого дня, у меня, ты адвентист? Да, я адвентист. Адвентист означает адвентус, пришествие. Я верю в пришествие Христового. Второе. Я православный адвентист. Я всегда говорю, главная наша задача после уверования быть вводимым Духом Святым. Получить крещение Духа Святого не в говорении и языках, а освоить язык любви. Высший язык. Так ты пятидесятник, да, я православный пятидесятник. Да. Я заступаю за католиков, а они во многом правее нас. Так ты что, католик? Да, я католик, православный католик. С восточным обрядом покажу двоеперсия. Вот, двоеперсия. Но в нем я не полагаю спасения, зная, что в нем тоже элемент ереси заключен. А как правильно? Правильно, как католики, пятью. И слева направо. Объяснение. Но я православный, поэтому крещусь, как положено, прославляя моего Творца Создателя. И вот это толкование, лучшее толкование, но в этом лучшем толковании не указана самая сердцевина. Это уверование, что каждый лично должен принять Христа своим спасителем, получить рождение свыше и быть водимым Духом Божиим. Слышать голос Духа Божия, исполнять повеление Духа Святого. Вот это два пункта, которые здесь, а они есть, но они так просто, как тень, мелькнули, их нигде больше нет. А тут сколько проповедей можно сказать? А вообще ничего нет. Пилат сказал, вот Пилата могли там с работы снять. Ты, Пилат, перетяни к себе, Слово Божие живо и действенно, действенно на меня. В моей жизни оно идет. А как оно может идти? Я вспоминаю один рассказ, насколько он достоверен. Нет, был грозный убийца, многократный серийный убийца, Макойл называет его. Ну, наконец, его взяли, громадного роста, два с лишним метра, громила, и его как-то заковали в цепи, и к нему никто не заходит. Но одна же дверь отворяется, и быстро закрылась, и к нему женщина вошла, книга в руках. У него одна койка, шконка. И она говорит, а почему вы, Макойл, не приглашаете присесть? Он говорит, еще никто не решился сидеть. Показал цепью. Размажу по стене сразу. Я знаю, кто вы, дочь губернатора. У вас в руках Библия. Вы пришли меня обращать к Богу. Я не верю, я презираю вас всех, святоши. Потом помалу. Она говорит, если разрешите, то я сяду. И села на кровать. Он с удивлением посмотрел на нее. Теперь вы врете все. Библия. Вот в любом месте все написано к человеку. Вот я где открою? Докажите мне, что это ко мне относится. И вдруг открылось место. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Вот докажи мне, что это ко мне. И она стала говорить. Земля – это сердце человека. Дух Божий носится над нею. Ты видишь землю, клочок земли, вот отодвинутая решетка. Но есть земля – сердце человека. И Дух Божий носится над твоим сердцем, желая твоего обращения, Майя, Мак, Оил. Дух Божий желает, чтобы ты изменил свою жизнь и был христианином-то. Гремя цепями, он, говорит, повалился и зарыдал. Пришло время, его расконвоировали, его никогда не освободили. Но он ходил по другим камерам и свидетельствовал. Я не ручаюсь за подлинность этой истории, но она очень трогательная. Мы все вот такие преступники, и к нам кто-то должен прийти и сказать. Меня Господь коснулся это 27 сентября 1962 года в 17.00, когда я учился в высшем мореходном училище, я работал на корабле. Совершенно неожиданно Бог это делал. И моя земля осветилась Духом Божиим. Дух Божий носился над ней, не находя покой, он нашел покой. Ну скажите это людям-то. На сегодня хватит Богу нашему слава. С Рождеством Богородицы да будет рожденный Богомладенец в наших сердцах. Ну я вставать буду. Ну-ка, друзья мои. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Ну-ка, разрешите встать. Вот какие мы друзья. Смотри. А то кошек некоторые не любят. Вон моя собачка левит. Это я ее приводил первый. Встать не могу. Для меня самое трудное встать. А уж встану, никто не догадается, что у меня колени не сгибаются, поясницы негожа. Перед Богом. Все, это вот они. Смотри, она под цвет этого лежит какая. А этот-то где? А ну-ка, маленького сейчас поднесу. Разреши-ка. Я их все время стараюсь, чтобы они друзья были. Ну, давай. Ну-ка, давай. Давай. Вот он где. Он уже не убегает. Смотри. Ну. Отворачиваешься-то ты. Ты боишься его, а не вон тебя, а, Шарик. Почему? Потому что у него рыжая мамка. Она как хыркнет на тебя. Гляди, отвернулся-то. Ты видишь? Это очень умный пес. А он даже теперь не убегает. Гляди где. Ну, иди сюда. Иди. Вот он где. Вот он где. Смотри. Вот он где. Да молодец такой. Попятился. Так, во славу Божию сегодняшний день. Аллилуйя.